приветствую вас господа с вами снова рима сегодня у нас продолжение игры под названием mountain blade 2 banner lord мы играем за манала мы приступили вернее присягнули к верности к кузовистовому ханству мы не собираемся их предавать мы планируем оставаться здесь навсегда ну дабы защитить это ханство и попытаться в будущем может быть возможно мы станем великим ханом в этой катке надеваем шлемы всем приятного просмотра после выхода в релиз mountain blade 2 banner lord многие часто задавали вопрос римас а что такое влияние и что такое сторонники в вкладке другие другое вернее сторонники это те люди которые поддерживают именно вашу партию если сказать это по современному а если по несовременному они будут поддерживать наш клан за то что мы часто выполняем их разные поручения допустим очень много выполнять поручение в каком-то городе ильгаю железного черепа он начинает поддерживать твою партию что из этого мы получаем мы получаем как раз то самое влияние тос помимо побед на турнирах либо в больших воинах битвах либо просто убийство разных бандитов мы тоже получаем влияние но мы еще получаем влияние каждый день за счет этих сторонников тасс они также у них есть круг общения и они общаются и говорят вот там есть клан манала которая меня помогает я вот буду вот его поддерживать и как раз он нам будет генерировать определенное количество влияния конечно количество влияния не такое же прям сильно то там по одному влиянию не нам генерировать не будет но в поздней игре вот эта вкладка будет очень длинная и насколько я понял она бесконечна сколько сторонников столько и тебе игра дает это влияние тос я как-то в одной партии получал около 15 влияние за счет этих сторонников просто так от них за счету именно вот моих сторонников поэтому это очень важная вкладка но и я не буду вам наверно объяснять что такое влияние влияние как раз мы тратим вот в этом королевстве несмотря на то что мы не король либо ник хант мы можем выдвигать какие-то голосования чтобы выгнать тот или иной иной клан либо ходатальцев за принятие либо отмены того или иного закона да там и тому подобное то есть это очень важно вот ну и конечно важно еще иметь себе хороших друзей среди вассалов кланов вернее да и которые состоят в тех или иных акциях я имею ввиду королевствах не имеет значения они во вражеских имеют ну как бы или нет не во вражеских если они во вражеских у тебя есть друг то есть некая вероятность что он к тебе просто перемкнется перейдет и это это очень здорово если у вас еще есть какие-то вопросы по поводу разных фишек этой игры конечно же задавайте в комментариях я с удовольствием на них отвечу мы также продолжаем жить у нас в принципе хороший доход 1750 это доходит конечно варьируется у нас есть два карвана насколько я помню и два владения это два замка замок там ну и замок шабиль зумур и три мастерские наша задача сегодня в этой серии сделать еще одну мастерскую правда на стриме в прошлой серии мы с вами купили одну мастерскую именно мастерская плотника и она нам походу не скоро начнет приносить доходы но наши многоважаемые разработчики по сей день не доработали этот контент я так понимаю если здесь есть уровень 1 значит должен быть когда это уровень 2345 и так далее эти уровни никогда не поднимаются может быть где-то я неправильно делал может быть нам надо подвозить те товары которые эти мастерские потребляют допустим мастерская плотника она потреблять конечно же древесину твердой древесине потребление до мастерская кожевник кожевная мастерская шкуры она потребляет шкуру делать из них кожу там очень сильно воняет сразу говорю и пивоварня естественно зерно производит пиво если мы будем туда подтаскивать эти ресурсы то эти мастерские будет нам больше дохода приносит как подтаскивать ресурсы не надо идти в сами мастерские надо просто заходить в тот город где ваши фабрики находятся и на рынок продавать эти товары даже иногда в минус можно даже так просто чтобы обеспечить переизбыток того или иного продукта потребительского да который потребляет наши фабрики мастерские то естественно мы будем больше производить и караваны будет больше растаскивать и распродавать все это дело имеет смысл большой делать караван там где у вас есть мастерские допустим в нашем случае у нас есть две в мастерские в чайканде и 1 в вартанграде давайте пойдем в чайкант и с вами еще сделаем какой-нибудь караван либо сделаем третью мастерскую и может быть даже переделаем караваны и тому подобное как вы уже заметили у нас пока в воин нет никаких поэтому будем этим делами заниматься вы уж меня простите я хочу чтобы больше людей понимала как взаимодействие с этим мастерскими это контент еще не доделаны возможно его усовершенствовать может быть еще будет какие-то моду и сразу говорю я пока я играю без модов без каких-либо дополнение в плане модификации все такое итак посмотрим в чайканде что у нас производят и какие у нас ближайшие деревни что они там нам добывают зерно овцы овцы чайканды находится пивоварня гончарная мастерская и кожевная мастерская зерно овцы зерно да ладно и у нас две то скажем на мастерская и пивоварня да можем в принципе еще сделать надо посмотреть на рынке что у нас по-дешмански здесь продается у нас здесь продается глина продается также пиво это то самое пиво которым мы производим гончарная мастерская тоже и также ну посуда естественно и овцы конечно же продаются да я не вижу древесины она здесь очень дорогая поэтому нет смысла делать что-либо с древесиной также железной руду но в принципе можно построить какую-нибудь кузницу которую нам будет производить оружие это оружие будет продаваться в этом городе но нам надо будет привозить сюда железо до искусственный интеллект будет как-то пытаться его подвозить видя потребность и возможность заработать на этом дело ну деле вернее ну вот как то так я считаю что из меха можно же делать что-то еще посмотрим мы здесь мех вроде бы производим да я не помню из меха что-то производится кожейную мастерская terior мастерское и и пивоварня у нас есть пивоварня давайте вспомним еще раз и кожевная мастерская давайте купим гончарную мастерскую как раз здесь глина неподалеку производится судя пок pace этому что я вижу поэтому да давайте посмотрим мельник ну как купить еще одну мастерскую я уже несколько раз показывал и на стримах и видосах давайте еще раз вам покажу это дело вам надо за заходить именно в города мы вот в городе до появились зажимайте клавишу alt и смотрим это наша пивоварня там закоулок гопники местные вот она гончарная мастерская идем до ней и конечно же приобретаем ай как она красиво танцует а люблю ай как хорошо вот бедолага стоит нищенко мои родители погибли от чумы и дядя забрал себе их земли но уж лучше я буду по прощайницу тем стану прислуживать в доме богача небеса отплачивать добром за добро мой лорд бедно и почему в игре не далее не сделали возможности по вот ты нашел чувака да там он бедствует нельзя его взять с собой в отряд его обучить и все такое ладно я понимаю вот такие вот да из которые сидят там этот спутники ну вот почему из этих нельзя их нанять ему ну вот как-то вот я не знаю я скорее всего будет модификация которая позволит это сделать ну это придала бы нереальный оттенок и ну классно было бы итак мы подошли гончарной мастерской который нужно приобрести подходим к любому человеку которого стоит который стоит на территории этой мастерской и сказать ему я планирую купить данную мастерскую мастерские сейчас конечно же подорожали после последних патчей и 31 тысяч пятьсот тридцать у нас принципе имеется мы не собираемся переделывать производство мы также остаемся впрочем я не хочу сейчас сломать менять вернее производства продолжайте по старому да и даем им деньги все это мастерская теперь наша но и по поводу караванов конечно я сейчас вам и смогу наверное это сделать потому что у нас и так достаточное количество караванов максимум караванов мы имеем 2 но как только мы получим четвертый уровень клана мы получим возможность создавать новые отряды дополнительные и дополнительные караванские отряды также вы для отряд плана плюс один ограничение на дополнительных спутников плюс один расширение всех отрядов в плане плюс 15 человек и ограничение на дополнительно мастерский и плюс 1 подходит нет кстати я был не прав эти отряды мы можем создать например боевой отряд либо можем создать еще один караван он для этого нам нужно конечно иметь не в том смысле которые вы подумали а именно имеет normального спутника который смог бы возглавить этот караван у которого конечно же хорошая торговля таких спутников к сожалению у нас не осталось хотя если подытожить посмотрим что здесь какие спутники у нас есть и что не делать касательно перемещение разных спутников теперь вам не обязательно идти в те замки либо в те города где находятся ваши спутники после всяких там происшествий да там бываете их забирают в рабство в пулен и потом их освобождать либо не сбегает и оказывается в ближайшем городе они до сих пор там оказывается но вы можете им отправить письмо через голуба либо через twitter либо через ватсап где через некоторое время они к вам присоединятся допустим близ поселение эпиноза вот здесь вот анбард горчинка горчинка момент возглавляет отряда он кстати отряд у нас да вот шумсан инженер я помню с ним что-то это у нас наместник дальше он тоже возглавляет отряд это у нас караванчик это красавица тоже возглавляет отряд и хакар из пустышей вот посмотрите он у нас наместник в принципе некого ну принципе вот мы наместника можем нажать до хотим чтобы его сюда призвать отозвать этого участника ваш отряд нажимаем и вам говорят что хакар из пустоши пустоши будет добираться до вашего отряда один день и 22 часа примерно вы хотите продолжить вы говорите да и можете не сидеть в одном месте там заниматься своими делами шаться по карте путешествовать и он как раз через это время к вам присоединится очень удобно наконец-то не это реализовали касательно влияния забыл еще упомянуть очень важный момент помимо королевских всяких законов и все такое за счет влияния мы сможем собирать армии да конечно свои армии мы можем собирать бесплатно во время сбора мы тоже генерируем определенное количество влияния но и мы можем собирать в других кланах которые находятся в составе нашего королевства вот некоторые вот расценки да например вот отряд эсура мы можем за 44 влияния призвать в свою армию если задумаем там забрать какой-то замок и возглавить огромную вот поэтому влияние это очень важный аспект в игре мандунблэй 2 баннерлорд мы ходим вокруг чайканда только что купили конечно же мастерскую давайте посмотрим что здесь разыгрывают на турнире разыграем турнир я надеюсь мы не проиграем обычно когда я записываю я часто проигрываю не знаю почему это дело происходит но вот вот такое вот бывает ребята о иди сюда хоть долет помни по мне только что хорошо так попали честно говоря пика я не так сильно владею у меня скиллы не так развиты и руки не немножко не подключены и под это дело но вроде бы более менее чуть-чуть у нас получается он желтенький это зелененький там сзади был из-за этого нам помешал пока мы никого не взяли вот зелененький пошли желтенький тоже слева хорош прекрасно не попадаем есть одного забрали осталось второго забрать и будет у нас победа тасс мы сможем выйти на второй тур последний последний давай 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 смотрите ребята в в ворбанде вообще происходило так когда ты убиваешь двоих все ты выходишь и тебя пропускает дальше но здесь у нас не пропускает это дело как вы заметили вот так вот римас лоханулся кстати в баннер лорде тоже это можно было сделать в ранней версии ты убиваешь двоих тебя пропускает на следующий тур сейчас от не работает даю знать где нахожусь я представляю сейчас будет комментариях прямо зачем ты это сделал римас вот кстати еще хотел вам кое-что показать давайте как раз на этих бандитах мы с вами и протестируем кое-что по поводу парирования они парировали а фехтование как это делать ну давайте сейчас посмотрим я надеюсь меня не убьют вот надеюсь на это дело мы специально не приказываем своим товарищем своим бойцам чтобы они не это кстати вот ей надо обездоленно отдать плакат или вот ее плакат на кстати ну баннер да да вот он баннер и и вот у нее за свой личный заменосец у нас сейчас два знамя если что об этом я чуть позже вам объясню расскажу смотрите по поводу парирования можно за наручным мечом может двуручным еще можно даже с опором но ведь парирование пошло вот так у хопа вот так вот вот сейчас мне не получается парирование сделать но мы раз разматываем их жестко прям как делать парирование вкус добьют они все превосходно мы расшатали их смотрите парирование как происходит держите вверх право я вот так справа сначала и мышка задерживайте хопа лучше делать обманку допустим тебе идет чувак ты размах делаешь о такой о щит и специально промахиваешься и вторым ударом его добиваешь вот так папа чик килдык по голове прям ему и все и у него череп разломался остатки мозгов просто от летели либо слева тоже можно сделать вот так вот папа вот можно а второй удар сделать тоже левый либо наверху ну конечно такой вот штукой таким топором лучший по верху и раньше ты прям попадаешь в голову в шлемак вода хопа я не 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 вода хопа яйки шайтан вот получилось вот тут идет за размах вот так не получилось вот то он размахивает и еще раз видел так вот я не могу как вам объяснить тут надо как-то вот там есть вот такое маленькое место временное пространство где-то должен еще раз повторить это движение то есть ты бьешь влево повторяешь сверху хоп то есть влево отпускаюсь мышь мышь поворачиваешь наверх и херачу так но это происходит быстро либо вправо и повторяешь справа либо право повторяешь сверху также вот справа повторяю справа у меня получил сверху вот вот справа повторяешь право зажимаешь мышь отпускаешь мышь опять влево ну это уже не получилось надо как-то быстро делал папа так щекилдык ну это не получилось короче во во не получилось но лучше в первый раз промахнуться можно конечно два удара сделать но когда ты промахиваешься вот либо он когда блокирует твой удар первые у тебя второй удар происходит молниеносно еще с еще быстрее вот ну жестко мы конечно расшатали мы шестырых просто сняли раскачали себе плюс один атлетику и плюс два двуручное оружие это очень хорошо забираем пленных естественно можем их потом позже продать разбили их полностью это конечно была такая тренировка на бедолаг под названием бандиты идем дальше только что получил что абагай присоединилась к нашему отряду ее как-то разбили помните в прошлой серии потом ее взяли в плен потом она освободилась либо сбежала и я ей как раз приказал через это меню который вам рассказывал до этого чтобы она присоединилась к нашему отряду мы можем ее отправить кстати в караван только единственное я бы хотел посмотреть что мы тут вкачали мы с вами вкачали крушитель черепов плюс 10 процентов урона урона вернее который вы наносим двуручным топором и булавами либо плюс 2 процент либо плюс 3 процент скорости взмаха двуручными именно мечами вот здесь вопрос если вы хотите продолжить владеть именно топорами берите конечно крушитель черепов также к отряду плюс 2 урона наносим пешим воинам вашим подразделение 2 процента это довольно хороший процент так как мы находимся с топором мы сможем конечно вернее берем крушитель черепов 10 процент заносим двуручными топорами и булавами это очень хороший скилл который просто раз расхерачивает всех подряд единственно минус топор в том что у него размах медленнее чуть-чуть чем двуручный меч но с другой стороны топор сильно пробивает броню вражескую продадим пленных и посмотрим на абагайку что она умеет я уже честно говоря забыл давайте посмотрим выбираем c и выбираем абагай к сожалению она практически не умеет торговать но зато у нее хорошее лидерство обаяние и тому подобное давайте создадим ей отряд пусть она начинает учиться торговать скорее всего будем в минус это уходить и тому подобное пивовар чайкан так шахор и кашник байчар мельник но давайте сниму не у него кстати вот этот пивовар он лучше могущественные до персона правда отношения минус 10 к нам не знаю по какой причине поговорить монал приветствую вас говорят вы недавно расправились банда разбойников мы купцы ценим ваш вклад в безопасность наших дорог я хочу собрать торговый караван в этом городе в этих краях немало товаров на торговле которым можно неплохо заработать собранный вам караван сделать это за вас вам придется заплатить как минимум 15 тысяч чтобы нанять 29 человек для его охраны кроме того один из ваших спутников должен будет их возглавить если возможность собрать караван с более опытными войнами я могу найти воинов получше но и стоимость возрастет пропорционально это обойдется вам в 22500 хорошо давайте возьмем больше опытных людей и я могу заплатить 22500 динаров чтобы собрать караван прекрасно кого поставить во главе каравана мы наверное отправим абагай пусть она учится пусть ну она нам родила двое двоих сыновей пока достаточно а потом дальше больше посмотрим и так давайте проследим за багай куда же она интерес пойдет так подожди я пропустила бага или или она еще не вышла она еще походу не вышла здесь горчинка вот она багай зажимаем левый альт чтобы ее сопроводить и посмотрим куда она пойдет хотя мы можем посмотреть до артанго раду идет ну она конечно быстро передвигается мы ничего с этим не можем сделать потому что наше передвижение 5 и 8 а у нее передвижение 6 и 5 правда ночью возможно мы и сможем догнать хотя не факт да не факт она идет сюда что-то продала и раз посмотрим кстати мне есть подозрение что все-таки все наши почти караваны находятся в чайкане что это очень хорошо дело в том что у нас там мастерские есть взаимосвязь я проверял правда официально от разработчиков этой информации не было ну и не забываем про своих сторонников пройдемся в пабастан посмотрим в этой деревне что нужно земледельцу нужен доступ к простым жителям ну можем отправить кого-либо из наших ребят вероятность неудачи 9 процентов превосходно отдаем им нужное количество бойцов пусть они занимаются этим поручением да нельзя забывать о том что у нас есть два замка которые нужно нет нет посещать возможно там есть какие-то миссии которые или проблемы которые нужно решить потому что где ты решаешь проблему там увеличивается реально процветание поэтому всегда следите за своими поселениями до война это хорошо когда ты часто забираешь и либо захватываешь новые территории ну нужно эти новые территории и старые свои территории тоже за ними приглядывать если где-то образовались возле этих территорий разные бандитские убежища обязательно их ломайте и зачищайте так как эти бандитские убежища дают вам большие проблемы они перехватывают ваших крестьян которые производимый товар перевозят в большие города и тем самым ваша деревня не получает тот или иной доход и этот доход в виде налогов вам не доходит то есть такая вот цепочка не даже не должна разве разрываться деревне нужен тяготовый скот вот этот конечно хорошая миссия ну мы можем посмотреть то им нужно ну давайте посмотрим возможно у нас это тяготовый скот есть рассказал вам что ему нужны животные для деревни верховая лошадь 45 он просит вас привезти верховых лошадей 45 штук и что там армию хочет сделать у нас есть 13 из 45 ну ладно давайте посмотрим где мы можем приобрести этот тяготый скот те самые лошади просто верховая лошадь начнем с этой деревни кстати вот здесь хорошие воины их конечно же нанимаем доход у нас хорошим мы в плюсе я не вижу здесь никаких верховых лошадей правда у нас есть боевой верблюд я пожалуй его куплю и заблокирую потом возможно на этом верблюде мы с вами покатаемся боевой верблюд даю знать где нахожусь кстати здесь что у нас за миссия искусство торговли искусство торговли лучше всего если у вас есть деньги просто не беспокойтесь и я выкуплю ваши товары за 2600 и все такое мы сейчас решили две проблемы правда у нас есть одна проблема в в этой деревне кстати по поводу проблем да вот здесь нерешенная проблема даже когда появляется миссия наводите на очаг очаг это процветание да на этот очаг и вы смотрите что у вас ожидаемо вернее у нас изменение 0 15 но закон о праве пользования пастбищ минус 0 25 и проблему в поселении минус 0 2 как раз эту проблему когда мы решим доставим ему а тех самых лошадей получим за это деньги мы еще и уберем эту проблему и мы как бы будем способствовать к вылечению этому очагу ну по-нашему развить давайте зайдем в доностику либо хусингфулк давайте лучше наверное вкусингфулк кстати вот здесь вот это не наша деревня но там есть кое-какая проблема тоже нужно решать тем более у нас пока войны нет и так торговля боже мой нигде нет верховых лошадей как это можно вообще сопоставить а вы посмотрите кстати здесь у нас турнир ведется погнали тогда в доностику доносику скорее всего мы несколько раз потеряем именно наша фракция доносика не нам принадлежит а принадлежит клану которым входит в наше королевство и так торговля верховая лошадь 18 штук берем конечно все правда у нас сейчас стада будет но такая миссия это ужасно я вам скажу это очень ужасно боевых лошадей я тоже не вижу кстати хотелось бы чтобы у осераев были боевые верблюды именно качестве ну всадников либо еще что-то было бы очень классно ладно поехали в острум посмотрим что там есть нам надо найти этих лошадей тем более у нас времени принципе времени полно но мы уже имеем больше половины этого товара я не знаю как правильно ударение пишется либо говорится в острум или в острум в острум несколько речу я правильно говорю поправьте меня в комментариях суэринский пони боже это у нас боевой скакун но кстати они вот вот такие вот именные можно сказать да скакуны они не подлежат к нашим отрядам то есть например с ирайском наезднику нужен боевой сирайский фарис боевой скакун да то есть если мы тот возьмем мы не сможем отдать ему тусу ему не подойдет этот боевой скакун именной а нужны простые боевые скакуны поэтому имейте ввиду когда вы покупаете за такие большие деньги вы их покупаете либо для себя либо для ваших соратников скоро выполнится первое задание по поводу пазбиш который мы отправили своего соратника и сейчас посмотрим справился ли он с этим поручением или нет тем самым дошли бы на мы до рази посмотрим здесь 17 вых вы их лошадей мы только что с вами наняли аскарад это боевой скакун кстати он именной но и за он подходит нашим ребятам либо нету степной боевой конь точно подходит аскарад ну посмотрим 12 да он подходит превосходно это хорошо нам еще три боевых скакунов надо купить тоже чтобы укомплектовать своих войска и все так вот степной боевой конь кстати вот этот за 7 340 он чуть дороже да намного дороже но он еще и получше ну давайте посмотрим он вот мы его купили мы сможем сейчас улучшить пацанов ведь не можем хотя мы его купили он боевой конь но он не улучшается это сделано для того чтобы вы не прохерачили те самые сколько были такие хорошие пацаны давайте мы их наверное автобоем сделаем у нас минус 3 да ладно ассиральский пехотинец ладно стражнику и заискова хана офигеть это очень очень хороший блин почему я сделал автобой это очень х блин я вот ради стражников хузейского хана прямо я не знаю что делаю там до пытаюсь их это поднять и просто ну а видите вот автобой зло вот ребята не ленитесь проводите бои лично вождь отряда мы только что лидерство прокачали размер отряда увеличивается на 5 каждый за каждый город под ваше управление либо либо безопасность городе во время ожидания ежедневно повышается на 5 кстати если вас безопасность в городе очень мало вы просто можете зайти в город и там немножко переночевать пару раз до покувыркаться собака и все такое на им пленника вашей народности приводит без штрафа боевой дух героя накапливает общий опыт вот это вы смотрите ребят вождь народа размер отряда увеличивается на 5 и герои накапливает общий опыт вот общий опыт объясните мне пожалуйста вот это я не знаю что это такое герои накапливают общий опыт интересно очень интересно кстати мы здесь можем еще вложиться наверное в разведку либо в энергию кстати у нас есть вроде бы разведчик да насколько я помню либо выносливость либо лук давайте наверно в энергию вложимся немножко да и посмотрим кто у нас вообще с нами есть а мы же всех отдали всех раздали теперь мы да мы пришли к тому что я в своем отряде может где мой отряд там странно члены мой отряд вот а ну да вот эта штука ушла ну когда у нас появится некоторые ребята здесь появится вот кто будет возглавлять допустим ну то будет разведчиком либо кто будет еще что-то давайте сначала в ухудшились отношения по ходу а с кем-то ухудшились отношения с кем-то лучше отношений мы выполнили то поручением и теперь давайте выполним еще одно поручение да вот ваши животные мы не получили кстати денег за счет этого дела но зато мы получили возможность нанимать очень много ребят кстати нам нужна простая пехота об этом тоже не забывая что касательно еды нужно всегда следить за разнообразием еды до овцы рыба зерно ну смотрите здесь у нас домашний скот количество дней которым ожидаемо а почему у меня нету гурман а подожди вот здесь вот гурман да появит логист логист плюс 4 может быть это гурман базовые недавние ладно это очень интересно я вам скажу посмотрим что у нас о мы можем глину купить посмотрим что у нас здесь с сыром происходит да нам надо разнообразить еду у нас нет размер у нас у нас вообще еды нет ребята хорошо что я заглянул это дело как бы есть да ну странно где зерно суши может быть я что-то не недопонимаю подожди наше зерно где у на мы ходим бизер мы просто с мясом ходим и все у нас даже зерна нет это очень печально берем зерно продовольствие зерно 66 сейчас поедет я я не вижу зерно подожди вот мой это где моё зерно этом это бак мы поймали ли что вот прочее да всегда в прочих всегда еда но я не а вот зерно вот самом низу в самом низу блокируем древесину тоже можем принципе заблокировать это зарезать коров тоже мы можем принципе зарезать чтобы не было у нас стада да простите у меня сейчас 3 час ночи и вот такой тоже к сожалению у нас бывает и так мы в том ну сделали то самое поручение пока войн нет мы можем принципе синицировать голосование у нас уже есть достаточное количество влияния для того чтобы начать войну с кем-либо но но посмотрим давай посмотрим кто кому вернее мы платим дань мы платим южной империи дань сто процентов сто процентов нужно поддержка у нас к сожалению нет поддержки ладно с турги платим тоже дань короче никто войну не поддерживает все хотят жить в мире поэтому даже если мы иницируем голосованием мы с ничего с этим не сделаем у нас здесь 24 пленных посмотрим заберите что требуется рабочим вот просто давайте тогда будем пленных делать я приведу вам 36 пленных так и сразу отдадим этих пленных до за эти пленные конечно нам мало что дадут главное чтобы они были бандитами вот они с из регулярной армии да там который вы взяли в плен эти пленные не подходят вообще хороших пленных дорогих мы можем ловить в разных то есть это лесные либо там степные конные ну вот разбойники вот за счет этих пленных больше нам дают дадут денег очень много там вплоть до 40 тысяч что ли выходила нам принципе это не важно потому что у нас и так хороший приход кстати что у нас по поводу обогайки и по поводу новой мастерской мастерская плотника плюс 40 дает ну кожевная мастерская кстати довольно хороший доход дает общее количество где-то около 800 800 мы получаем за счет только мастерских а за счет отрядов караванов караван абагай 1677 посмотрите несмотря на то что абагай практически не умеет торговать у нее скилов даже торговли нет но у нее есть тактика вот это все обаяние скорее всего за счет этого тоже она вывозит может быть это разовые какие-то доходные сделки были с ее стороны и вот так вот у нас показывать но 4600 это очень хороший показатель посмотрим в разе что они тут разыгрывают на арене иногда кстати хороший баннер разыгрывает это очень важно шлем повязка конечно броня кстати 46 довольно хорошая броня давайте в этот раз мы постараемся победить не будем делать то что мы испытывали до да да это это об этом у труда хорош есть ухай а это же этот насколько я помню у хай у хай это не султан а серая в самое главное как вы думаете я не помню кажется его так звали хорош кому-то мы в лицо попали только что так а куда вы бежите ребята минус прям голову ребята а шалит вот это я понимаю хорошее попадание вот поэтому сейчас и колык надо было на опережение дать еще есть попадание только вот голубу хотелось последний не попали придется ручками добивать так что да после двух убийств лучше не выходите из турнира надеюсь что вас пропустят дальше вот такую хитрое хитрую тактику убрали возможно это сложность у нас сложность лорд знамени на самое сложное все такое ну мне кажется это не влияет это просто механика убрали все кстати по поводу размаха мечей там еще есть парирование мечей это очень сложно реализовать но если натренировать свои пальцы это тоже можно сделать это довольно интересным как так рамиро привет тихо нового парирование произошло будем вот я не могу сейчас сделать размах как вам показывал вот иногда получать иногда не получается прицеливаемся и киллы дальше надо как он метко стреляет я вам скажу он еще щит успевать сделать о минус минус хп достаем меч поджопник мы ему только что дали нормально ладно посмотрим что это за шлем кстати довольно интересно но мне кажется он хуже чем тот который у нас есть нет не хуже он восточный шлем 20 и 20 стоит посмотрите ребят как мы выглядим классно ну более-менее восточный стиль да это очень хороший напишите в комментариях что лучше этот шлем или это шлем кстати это шлем тяжелее чем тот который мы сейчас только что надели а он намного лучше но в игре баннер лорд есть такое типа если тебя в лицо что-то попадает тебя реально в лицо если она у тебя не закрыта вроде бы это должно работать поэтому этот шлем мне кажется будет получше но такой закрытый шлем именно западного до стиля вот а у нас шлем восточного стиля ну тоже классно ну пойти наверное ей это шлема дадим пусть кайфует с этим шлемаком да очень хорошо вот так вот она будет дольше жить и у нее есть баннер штандарт ярости которая дает повышенный урон в ближнем бою на 0.8 в будущем возможно разработчикам кстати уже писали на форумах типа увеличить количество спутников на там когда у вас пятый клан сколько у нас спутников до 9 или либо до 12 спутников чтобы эти спутники были там хотя бы до 20 чтобы хотя бы несколько там три-четыре спутника чтобы у вас были в отряде именно в отряде и как раз да и когда у вас будет очень много городов тоже эти города эти спутники должны быть наместниками и все такое ну что ж господа к сожалению в этой серии не было никаких глобальных больших войн в рамках игры когда говорю про войну игру в рамках игры да война вообще-то плохо ну мы играем мы получаем от этого удовольствие я надеюсь вам нравится такой стиль моей подачи баннерлорд если у вас есть еще раз какие-то вопросы по этой игре задавайте не стесняйтесь я постараюсь в следующих сериях вам ответить на них удачи увидимся с вами на новых трансляциях либо видосах всем пока да кстати ставьте свои нравки 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 нужны прямо жестко